В эфире новости день за днём. В студии работает Олег Соловьёв. Здравствуйте. Смотрите в нашем сегодняшнем выпуске. Сколько вкладывают сюда станции, город бы не смог. Правда или ложь? Передача СУЗ-объект в городо-муниципалитету. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 622 сообщения. Управление по делам ГОУЧС отчиталось о происшествиях за неделю. В последнее время действительно участились случаи невыплаты пособий в связи с тяжёлым финансовым положением организации и предприятий. В Десногорске прошёл семинар фонда социального страхования. Сегодня вас ждут каверзные вопросы, достойно расправившись, с которыми вас будет ждать сладкая вкусная победа. Кто умнее, мальчики или девочки? Битва полов. Шуточный баттл среди школьников. Волшебные струны тронули до глубины души. Концерт классической музыки в Десногорске. Переходим к темам выпуска. Главная интрига последних месяцев наконец-то завершилась. Во вторник, 19 марта, стало известно имя нового градоначальника Смоленска. 28 депутатов Смоленского областного совета в едином порыве проголосовали за Андрея Борисова. Кандидатура бывшего вице-губернатора была представлена среди четырёх финалистов предвыборной гонки. Решение о выборе мэра вступает в силу в день его принятия. Однако официальное вступление главы города в должность происходит после инаугурации, которая, по предварительным данным, состоится 22 марта в пятницу. Любая городская культура полна различными слухами и недомолвками. В Десногорске к привычным темам для обсуждения добавилась ещё одна. Действительно ли известные каждому Десногорцу нейтрино и дворец молодёжи передадут городу? И кому это нужно? Мнение жителей узнавала наша съёмочная группа. Современная городская инфраструктура Десногорска в целом отвечает всем потребностям жителей. Муниципальная территория представлена объектами различной социальной направленности. Это даёт жителям города возможность не только жить, работать и учиться, но и интересно проводить свой досуг. Но, к сожалению, не все десногорцы довольны нынешним положением дел. Слухи о передаче некоторых объектов культуры в собственность города будоражат умы жителей, в том числе и в социальных сетях. Добрый день. Что-нибудь слышно о передаче городу Дворца молодёжи? Звонил внук на выходных. Переживает, что скоро придётся оставить свой любимый спорт. Так он в частных руках. Зачем городу? Игорь, что вы говорите? Вообще-то это собственность ЦАЭС. Безусловно, Нейтрино и Дворец молодёжи – знаковые культурные объекты Десногорска. В их стенах проводят свой досуг и занимаются спортом сотни жителей города. Состояние зданий, как внешнее, так и внутреннее, не вызывает нареканий. Их балансодержатель, Смоленская АЭС, не жалеет средств и очень заботится об объектах. Проведённый несколько лет назад капитальный ремонт сделал здания не только современными безопасными, но и социальной и культурной гордостью Десногорска. Зачем же понадобилось менять то, что работает так стабильно уже много лет? Жалко, если действительно что-то такое произойдёт. Опять же, та же история со столовой и так далее. И не хотелось бы, чтобы эти здания, образно выражаясь, были разрушены. Станция что-таки как-то ещё смотрит за этим делом. И город я не узнаю, есть ли деньги у города. Я так думаю, что будет хуже. Может быть, уже не будет такого реабилизационного всякого досуга. Не будет. Или может быть, будет с высокой оплатой. Сколько вкладывают сюда станции, город бы не смог. Содержание таких объектов – ответственное и трудозатратное дело, с которым Смоленская АЭС справляется на отлично. В чём смысл передачи этих объектов в городу и сможет ли муниципалитет с ними справиться? Или это преследование личных целей некоторых лиц города, которые так активно выражают свою мысль о необходимости передачи объектов? В этой ситуации ещё только предстоит разобраться. Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. Работа новой системы по утилизации твёрдых бытовых отходов находится под пристальным вниманием как жителей, так и представителей власти области. Состояние парка машин, ошибки в квитанциях и вопросы утилизации мусора – эти проблемы обсудили в Смоленской областной администрации. Было отмечено, что 147 единиц спецтехники не справляются с поставленной задачей и будет прорабатываться вопрос об увеличении парка машин. Также есть необходимость дооснащения территории области контейнерными площадками. На данный момент по области их более 5,5 тысяч. Были зафиксированы ошибки в начислении оплаты за вывоз мусора. Нарушения выявили в квитанциях 5 из 135 управляющих компаний. В этих случаях граждане получат перерасчёт. Также планируется модернизация действующего полигона твёрдых бытовых отходов в Кощино Смоленского района. Соответствующий проект уже подготовлен. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГОЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Десногорска привлекались для проведения работ. По вскрытию дверей один раз, по оказанию помощи скорой пять раз. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 622 сообщения, из них 214 ложных. Поступило отработано 9 просьб от населения. Какие работы провела управляющая компания и сколько на это было потрачено? В скором времени эти секреты станут известны всем желающим. Такая инициатива выдвинута сенатором Смоленской области Сергеем Леоновым и рекомендована к одобрению областной думой на ближайшей сессии. Это обяжет управляющей компании предоставлять ранее скрытую от жителей информацию о своих финансовых расходах. Данные будут размещаться на стендах возле жилых домов. Это позволит жителям оперативно получать информацию о том, куда расходуются денежные средства, которые они ежемесячно платят управляющим компаниям. В Центре культуры и молодежной политики Десногорска прошел обучающий семинар. Специалисты Смоленского и Ульяновского отделения Фонда социального страхования Российской Федерации рассказали о новых правилах выплат пособий. С 1 января 2019 года в Смоленской области стартовал пилотный проект Фонда социального страхования «Прямые выплаты». Теперь выплата пособий работающим гражданам осуществляется непосредственно Фондом социального страхования, а не работодателям. Такая форма взаимодействия гарантирует работникам своевременное и бесперебойное получение пособий. В последнее время действительно участились случаи невыплаты пособий в связи с тяжелым финансовым положением организации предприятий. Многие предприятия пошли на банкротство, и работники вынуждены были обращаться непосредственно в Смоленское региональное отделение для выплаты непосредственно Фондом. Пособия касаются широкого спектра выплат. Это выплаты, связанные с материнством, нетрудоспособностью, на погребение и другие. Срок поступления средств по новому проекту составляет до 10 дней. Для их получения работнику необходимо предоставить работодателю документ, подтверждающий право на пособие. Работодатель направляет бумаги в Фонд социального страхования, и деньги направляются на расчетные счеты работника. С 1 января по 15 марта этого года Смолянам было выплачено 52 тысячи пособий. Проект «Прямые выплаты» работает с 2011 года. На данный момент в него входит 50 субъектов Российской Федерации. Ожидается, что окончательно проект охватит всю страну через два года. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Просиженные диваны, безногие стулья и облысевшие ковры. В таком убранстве начинает свое перерождение храм на улице Ревоенсовета в Смоленске. Церковь 18 века на протяжении 30 лет служила общежитием одной из смоленских организаций. Много лет жители общежития добивались нормального жилья, и наконец они получили квартиры. А в старинной церкви начались восстановительные работы. Демонтаж внутренних перегородок и вывоз мусора не требует специальной квалификации. Поэтому в храме ждут всех, кто хочет помочь в его возрождении. Несмотря на только что начавшиеся работы, в стенах церкви уже прошла первая за последние 90 лет божественная литургия. Ученики шестых классов проверили свою эрудицию. В увлекательном баттле участвовали две команды. Мальчики противостояли девочкам. Кто из них оказался хитроумнее, смотрите в нашем сюжете. За несколько минут школьники выбрали капитанов, придумали названия и девизы своим командам. Девочки назвали себя Винкс, мальчики Трамплин. Команда мальчиков сразу вырвалась вперед и получила заслуженный 5 баллов за оригинальный девиз «Прыгнем вверх и полетим». Следующим был конкурс «Какие мы разные» – серия вопросов для мальчиков и специальные вопросы для девочек. Мокси, удар слева называется «Дух слева», «Бух слева», «Бух слева», «Хух слева», «Хух слева». «Хух слева», «Хух слева». Молодцы, еще один! Более сложные вопросы ждали ребят на следующем этапе баттла. Единственная дама в круге зодиака. Время. Много смеха, адреналин. Мальчишки никак не хотели уступать девчонкам. И разница в счете была минимальной. Первый тур закончился в пользу девочек 24-21. Неожиданным был ответ ребят на вопрос, кто первая женщина, которая полетела в космос. По их версии, это была собака. Игра с буквами окончательно сформировала у команд дух соперничества. Собрать слово, держась за буквы руками с двух сторон, было непросто. Но школьники справились и с этим заданием. Особенно развеселил участников и зрителей музыкальный конкурс «Не надо ля-ля». Девочки должны были проквакать известную мелодию, а мальчики прокискать. Но как и положено, мальчики, как истинные джентльмены, пропустили команду девочек вперед. Мы досадно проиграли в два балла, но мы не расстраиваемся, все будет хорошо. Девочки же, наоборот, на победу рассчитывали и результатом остались довольны. Ведь это хоть и слабый, но очень сильный женский пол. У меня сейчас смешные чувства, особенно чувство радости. Ну и чувство обиды, то, что у нас мальчики не такие умные. Завершилась битва полов торжественным награждением и фотографией на память. Виолита Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Рызганова, Десна-ТВ. В детской музыкальной школе города состоялся концерт классической музыки. Перед десногорцами выступили лауреаты международных конкурсов «Равшан Маметкулиев», Алексей Кудряшов и Кристина Шарабидзе. Подробности в сюжете. Отсутствие свободных мест в зрительном зале говорило о значимости концерта для города. Публика всех возрастов собралась в этот день в концертном зале музыкальной школы и воодушевлённо ждала начала выступлений известных музыкантов. Гости из Москвы на целых два дня полностью посвятили себя Десногорску. И этот концерт был заключительным этапом их гастролей. Равшан Маметкулиев исполнил на гитаре известные произведения Никола Паганини. Две сонаты для гитары и другие прекрасные композиции. Кристина Шарабидзе, виртуозно играющая на домре, порадовала зрителей каприсом в лучах восходящего солнца. А Алексей Кудряшов исполнил жатву из времён года на фортепиано. Шквалом аплодисментов провожали зрители каждого музыканта со сцены. Эти события в нашем городе очень редко. Такая большая редкость, что концерт классической музыки. Поэтому я решила прийти сама и вот привела сына, приучаю к высокому. А что чувствуют сами музыканты во время своих выступлений, рассказал Алексей Кудряшов. Эмоции счастья, общения с инструментом. И эмоции того, что нужно донести до публики твои мысли, твою музыку. Классическая музыка, как бальзам для души. Она благоприятно влияет на самочувствие человека. Очищает разум от негатива и делает мысли светлыми. Прикоснуться к прекрасному могли все желающие. Вход на концерт был свободным. Данный концерт в Десногорске состоялся благодаря поддержке Общенационального фонда развития культуры с использованием президентского гранта. Бурные аплодисменты завершили концерт. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Григорий Шилин, Светлана Разганова, Десна ТВ. И о погоде. 22 марта в Десногорске ожидается снег с дождем. Днем плюс 5, ночью плюс 1. На сегодня это все. Смотрите наш телеканал, а также не забывайте про наш сайт desnadefis.tv.ru С вами был Олег Соловьев. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok